Аварийный Ивановский путепровод снесут и построят новый, но когда начнут с работы, никто не знает. Об этом стало известно в ходе сессии Горсовета. Сейчас объект находится в критическом состоянии, движение по нему ограничено. В 2016 году было проведено обследование моста и разрабатывалась документация для его ремонта. Экспертиза заключила, что путепровод может служить еще 12-13 лет. Однако уже через пять, весной 2021 года, стало понятно, что одна из крупнейших транспортных развязок Одессы находится в полуразрушенном состоянии и более не готова к эксплуатации. Сколько мост еще простоит, никто не знает. Я понимаю, что я не такой опытный человек, как госпожа Леонидова. Надеялся взять слово еще раз на прошлом вопросе, но ничего страшного. У меня вопрос, уточняющий по Ивановскому мосту, потому что я так понимаю, что в этом году мы его ремонтировать не будем, а будем искать деньги уже в следующем году. Соответственно, вопрос, а этот Ивановский мост, он выстоит еще одну зиму до того момента, как что-то там начнется делаться. В соответствии с новыми державными нормами и правилами, такой мост в виде, как он сегодня есть, реконструировать невозможно. Необходимо, во-первых, его расширение, во-вторых, его удлинение, потому что мы уже делаем этот мост вместе с развязкой на улицу Рихтера. Такое предложение из проектантов, это усложняет проектную документацию, они сегодня над ней работают. В этом году мы, те деньги, которые записаны в бюджете, мы постараемся использовать, стоимость строительных работ 489 миллионов гривен. Из них в этом году в бюджете заложено менее 10 процентов. То есть речь идет лишь о самой начальной стадии работы, но судя по неуверенным высказываниям чиновников мэрии, старт строительства в 2021 году все-таки под большим вопросом. Сейчас идет разработка проекта, в ходе которой возникли технические сложности, особенно из-за наличия в этом районе железной дороги. После их решения должна быть назначена экспертиза, а потом проверка органами госконтроля и только потом тендер. В связи с очень вероятным затягиванием процедурных моментов, вопрос, простоит ли мост эту зиму, остается актуальным. Ведь движение там хоть и ограничено однополосным в обе стороны только для легкового транспорта, но оно там все же присутствует, создавая очевидные риски. Увы, в президентские программы большая стройка и большая реставрация объект не внесен.